Эти мальчишки не могут ходить, но они танцуют. Их партнеры по танцу не видят в них детей с ограниченными возможностями. Это команда, которая своим танцем заводит публику. Танцевальным батлом начался в Алматы отчетный концерт Добровольного общества Милосердия, или как его с любовью называют в Казахстане, Фонда Дом. С 2007 года мы собирали деньги СМС-ками, через интернет, прямыми какими-то вкладами на счета фонда. И вот эта работа проводилась обыкновенными гражданами, компаниями, бизнесом. С каждым годом мы обрастали все более сильными партнерами. И когда сейчас это уже синтез государства, в лице которого нас поддерживают наших детей Самрук Казына, и граждан, мне кажется, это самый правильный путь, по которому можно именно решить наши проблемы системно. Отчет превратился в большое, светлое и доброе театрализованное представление. С момента основания фонда казахстанцы, которые перечисляют деньги на благотворительные проекты, смогли спасти 761 ребенка. Процедура подачи документов для помощи больных деткам простая и прозрачная. Процедура обращения в наш фонд такова, что нужно собрать необходимый перечень документов. Первое – это письмо обращения, где родители излагают всю свою жизненную ситуацию и просят о помощи. Второе – акт обследования жилищных условий, запрашивается в райсобесе или в акимате по месту жительства. Третье – это заключение нашего казахстанского врача, что данное заполивание или операция в Казахстане не делается или рекомендуется лечение в зарубежных клиниках. Свидетельство о рождении ребенка, удостоверение личности сопровождающего лица и все медицинские выписки. В 2013 году фонд при поддержке Самрук Казана начал отдельные проекты для детей с диагнозами ДЦП и аутизм. Сотни семей обрели надежду на то, что их дети смогут стать самостоятельными, будут развиваться и учиться. Я вам скажу так, допустим, в случае с нашим сыном, мы до трех лет даже не подозревали, что у него что-то есть. Выявляется это поздновато, где-то в годах 3-4 начинаются признаки и все остальное. Но я вам скажу, в любом случае, если замечается что-то особенное, ну как сказать, надо просто любить ребенка и все. О том, какой героический путь проходят родители больных деток, еще не написано стихов. Саят Клеубаев написал песню о маме. У него гидроцефалия. Благодаря маме Саят развивается, учится, пишет стихи. Песня Саята вместе со звездой казахстанской сцены Анель Ариновой исполнила 12-летняя вокалистка Жайна Сламова. Это был концерт, на котором зрителям было очень сложно сдержать слезы. В фонде дом говорят, не надо плакать, наши детки выступают не для того, чтобы вызвать жалость. Мы хотим всем неравнодушным казахстанцам сказать спасибо и показать, что чудо возможно.